Вот настоящие горы, прям самые настоящие. Я палку оставила в машине, потому что невозможно было нести на себе куртку, еще и палку. И вот здесь, где мы сейчас находимся, видите, флаги висят. Это новое строительство, там висит такой плакат. То есть вот здесь, вот на такой высоте примерно, будет построен дом. Вид шикарнейший, потрясающий. Но это достаточно далеко от основной, ну, от коммуникации. Поэтому я не знаю, как здесь будет с интернетом. Ну, проведут, конечно, но вот я вам сейчас город покажу, смотрите. Это вот как раз город Фонтерола. То есть я не знаю, сколько здесь на машине, но не так далеко будет. Но, тем не менее, это достаточно отдаленно. И когда мы хотим что-то с видом и рядом с морем, то есть это фактически невозможно. Ну, сейчас, видите, побережье застраивается. Не то чтобы постепенно, а очень интенсивно. Поэтому будем смотреть, какие будут цены. Но вид, конечно, его не купишь ни за какие деньги. И вот наши любимые фонтеры. Всем привет, с вами Оксана Майкова. Я занимаюсь инвестированием тем, что помогаю инвестировать в недвижимость Испании максимально выгодно и безопасно. И мы сейчас находимся с вами возле аютамента. Аютамента – это мэрия. Мэрия, которая нужна тем, кто владеет недвижимостью, кто ее сдает. То есть тем, в данном случае я здесь почему? Потому что нам нужна прописка. Для чего нужна прописка? То есть это называется ипадраномиенту. То есть прописка нужна для того, чтобы устроить детей в школу, чтобы, естественно, получить резиденцию. То есть все, что касается административных вопросов, это все через мэрию решается. Так вот, списочек документов я получила. А почему я пошла и почему я делаю, в принципе, этот репортаж? То есть не первый раз мы делаем прописку, но каждый раз возникают свои нюансы. Например, у вас квартира, и вы прописываете в ней своих друзей. Сразу же хочу сказать, что прописка в Испании не такая прописка, как в России, в Москве. То есть это просто обозначение вашего места на обхождение для того, чтобы вы могли получать, опять же, электронные письма. То есть для того, чтобы обозначить, где вы в данный момент находитесь. То есть это не так сложно, и это никак не влияет на собственника. Не бойтесь, люди прописанные у вас в квартире, они эту квартиру не могут ни продать, ничего с ней сделать. То есть прописка нужна для того, чтобы вам самим, то есть тем, кто прописан, обозначить собственное место пребывания. Так вот, у меня сейчас вот такой вопрос, как сделать прописку для людей, которые не снимают это жилье. Вы просто передаете ключи своим друзьям, чтобы они там пожили. Прежде всего, ну и вы владелец, да, вам нужна вот такая вот, вот такое разрешение, авторизация, да. То есть вы, как владелец, даете, авторизируете, не делаете контракт на аренду, а даете авторизацию, что вы разрешаете вам им прописаться в этой квартире. Нужна копия паспорта и вот такая вот авторизация. Дальше, естественно, со стороны ваших друзей, или со стороны тех, кто въезжает в квартиру, опять же, со стороны тех, кому нужна эта прописка, нужны оригиналы и копии паспортов, либо номера иностранца, либо резиденции, резиденции, если люди резиденты в данной стране. Если есть дети, обязательно нужна либо либра де фамилия по-испански, либо свидетельство о рождении. И вот это самая авторизация. Вот и все, больше ничего. Три документа. Опять же, почему я сюда пошла, и почему я стала проводить эту консультацию, потому что в данном случае у владельцев квартиры есть кто-то, я не знаю кто, управляющий они его называют, смотрящий за квартирой, в которой никто не живет и которая не сдается в аренду. То есть, прежде чем дать людям передать ключи, человек создал массу проблем. То есть, была основная задача, основная проблема в том, что если они въезжают и делают прописку, то этим заинтересуется налоговая инспекция. Конечно, маразм крепчал, и танки наши быстрые, если хозяева не получают прибыль от квартиры, причем тут налоговая. Но, тем не менее, прежде чем передать ключи, я съезжу в налоговую, ну не я, это вот девочка, съезжу в налоговую, потом я съезжу в хистору, хистору это бухгалтер. То есть, наворотила кучу всего. То есть, так как я, ребят, помогаю все-таки инвестировать максимально выгодно и безопасно, поэтому мой долг, да, поставить вас в известность, что все проблемы, которые вам создают, только от того, что вы их не знаете, как, ну то есть, человек не разбирается, не знает, как решить тот или иной вопрос, ему создают кучу проблем, и за решение этой якобы проблемы берут деньги. Вот это вот заработок 70% присутствует людей, которые присутствуют на территории и выставляют себя как бы знающими, и экспертами, и хрен знает чем. Знаете, где-то я прочитала под одним видео комментарии, не под моим видео, говна, как же он сказал, говна помощники. Ну вот это вот говна помощники создают именно вот такие проблемы, и потом вокруг этого создается куча контента, куча проблем, и человеку кажется, что жить в чужой стране безумно страшно, невозможно, и даже шикарные квартиры, которые могли бы изначально приносить хороший доход, стоят не прикаянные, а возможно. Давайте я сделаю такое предложение, что, скорее всего, этому управляющему может быть даже невыгодно, чтобы эту квартиру дали людям пожить, заселили туда кого-то, потому что эта квартира сдается в аренду каким-то образом. Но это мои предположения, я люблю дуть на воду. Поэтому надо было не ходить на хаш, чтобы вот на такой попасть. Помните, меня спрашивают, ходишь ли ты в горы, ходите ли вы в горы? Мы, блин, ходим в горы. Еще в какие? Тут не то, что ходим, тут, дай бог, проехать. Но зато какая красота вокруг. Я очень надеюсь, что вы сейчас все это увидите. Ну, не могла удержаться, с руки снимаю. Еду вообще вот непонятно, по каким этим. Ага, вон она, группа наших полосатых купальников. Так, здесь остаться или дальше ехать на парковку? Мы дальше поедем. Давайте-ка посмотрим. Я год не была на хаше. Адрес, адрес, адрес. Организатор, организатор, организатор. Организатор. Да, вот так вот. Вот такие стрелочки. Напоминаю, те, кто забыл уже мои репортажи. Это английская такая тусовка. Что касается как раз хаше, видите? Мы находимся в горах. То есть мы отъехали в горы от цивилизации подальше. И сейчас вот подготовлен для нас маршрут. Мы еще пока не знаем, какой. Но судя по тому, видите, где мы находимся? Место, конечно, шикарное. Солнце потрясающее. Посмотрим, как пройдет сегодняшний хаше. Надеюсь, мы с Рэдом выдержим это испытание. Рэдя, пойдем, пойдем. Смотрите, мои любимые подписчики в инстаграме. Вот так вот мы ходим в горы. Вот это самое, что ни у нас есть. Настоящая картина жизни воскресенья. Утром мы идем в церковь на литургию. А уже в обед выходим в горы. Проходим порядка 10 километров. Компанию у нас сегодня 30 человек. 20 и тут потом в ресторан. 10 по делам. Ну, в общем, зарядиться на неделю достаточно интересно. Так что присоединяйтесь. Звоните, спрашивайте. Находимся мы в Бондо-Луси. Это у них из Коста. Поэтому, кто рядом, добро пожаловать. Участок прохода. Причем это вторая часть уже. Поэтому все уставшие. И вот надо подняться. Либо обойти. Сколько обойти, непонятно. Самые смелые с собаками рванули туда. Ну, вот мы тоже попробуем. Это знаете, когда по вертикали все сливается. И ты пытаешься подняться. Ну, не самое простое испытание. Да, собак? Давайте посмотрим. Моя собака. Моя собака тоже что-то не рискует. Ну, я не знаю, кто и как. А мы поднялись. В принципе, всегда есть альтернатива обойти. Но мы это сделали. Если бы мы были на лыжах, это было бы супер. Как вам? Пишите. Это очень тяжело. Но мы это сделали. Мы молодцы. Обожаю свою работу. Потому что, если что-то сделала очень хорошее, у тебя всегда есть время выйти на набережную. Ноябрь месяц. Смотрите, какое море спокойное у нас. Тишина. Немножко я жарко одета. 19 градусов. Но вы знаете, такое осеннее спокойствие. Если говорить об обьем лете, то, наверное, вот это вот то, что называется, ну, прям, обьем летом. Может быть, завтра начнутся дожди. Как синоптики обещают, небо немножко сегодня такое в тучках. И очень парит. Скорее всего, да, завтра будет дождь. А мы с собаками гуляем. По пляжу. Видите, он сзади там у меня. Рыдя. Ты бежит, бежит, бежит. Скорей, скорее, скорее. Сходили сейчас в аютаменте. Показали квартиру на продажу. Опять же, да, родилось много контента, много идей в голове. Я первый раз почувствовала себя таким прямым продавцом конкретного объекта, конкретного продукта. И если я представляю себя, да, ну, представляю, работаю представителем-покупателем, то сейчас вот пришло время почувствовать себя представителем-продавцем. Вы знаете, необычные впечатления, но это еще раз подтверждает мою теорию о том, что продавец все-таки продает. И покупатель – это тот человек, который ему платят. И недвижимость – это далеко не сфера обслуживания. Это жесткий рынок, потому что когда ты продаешь, то есть это твой способ зарабатывать. И, естественно, ты разрабатываешь стратегию относительно своего заработка. Ну, и отстаиваешь, представляешь интересы исключительно своего продавца, то есть своего владельца. И это сразу меняет подход. Это совершенно точно. Это еще раз подтверждает все, о чем я говорю, о том, что нам, как покупателям, особенно как инвесторам, потому что покупатель – это тот, кто деньги тратит, инвестор – это тот, кто вкладывает, да, с целью заработать, чтобы разница сразу почувствовалась. Особенно для инвесторов. То есть продавец и инвестор – это не друзья. Это абсолютные партнеры, если договорятся. Но чтобы стать партнером, они тем. Поэтому тут такая история. Закончу свою мысль. Инвесторы, покупатели и продавцы, с другой стороны – это два разных лагеря. И эти два разных лагеря, чтобы стать партнерами, должны договариваться. Ну, в принципе, я об этом много говорю в разных видео у себя в школе. Эта тема достаточно риторическая, но требует такого яркого и более подробного освещения. Вот такое у нас сегодня получилось видео. То есть я его составила из воскресенья и понедельника. И очень здорово, что вы смотрите от меня. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.